Три возрастные группы, около 150 мастеров кожаной перчатки из семи городов и трех муниципальных округов республики. Такова статистика, проходящего в эти дни в столичном спортивном комплексе имени Валерьяна Соколова, юбилейного 80-го розыгрыша наград чемпионата и двух первенств Чувашии по боксу. С участниками и официальными лицами пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Этот вид контактного единоборства в нашей республике пользуется особой популярностью. И этому есть весьма серьезные причины. Первый чемпион Олимпийских игр из Чувашии был именно боксер Валерьян Соколов. Так что последователи Олимпионика, конечно же, стараются сделать все, чтобы сохранить и даже преувеличить боксерскую славу республике. Бокс в республике остается в фаворе. На церемонии открытия участников приветствовали и отметили заслуги в развитии бокса представители правительства Чувашии и депутатского корпуса. Почетными грамотами, благодарностями и премием были отмечены руководитель профильной республиканской федерации Эдуард Иванов, главный тренер Алексей Щербаков, наставники мастеров кожаной перчатки. А вот уровень мастерства уже в ринге продемонстрировали их подопечные. У юношей 15-16 лет в ранге обладателя золото перенес в республике 2023 года выходило в ринг член столичного клуба «Атлант» Антон Абдулаев. Он в красной майке. В четверть финале категории до 63 килограммов ему противостоял представитель мариинского посада Иван Денисенков, чей стаж занятий боксом менее трех лет. Регалия противника не испугали воспитанника заслуженного тренера России Андрея Василевского. И хоть бой завершился в пользу боксера красного угла, однако победитель по достоинству оценил возросшее мастерство в визави. Вот знаете, вот этот соперник в том году боксировал намного хуже. Вот на этой чувашке он показал намного лучше себя. Честно, я от него такого не ожидал. Он молодец. Я очень рад, что люди не остаются на месте. Они повышают свою технику. Боевитость и настойчивость марпасадца по достоинству оценил и главный тренер сборных команд республики Алексей Щербаков. Иван Денисенков получил приглашение на тренировочные сборы. Победа на чемпионате республики, но это еще не последняя ступень перед выездом на первенство округа и другие российские соревнования. Поэтому молодые, амбициозные ребята должны себя попробовать. Даже, может быть, некоторые лидеры могут и уступить. Но все равно будут еще дополнительно проводиться спарринги, будут проводиться сборы. И уже по результатам данных соревнований боксер в наилучшей физической форме поедет на соревнования. Всего же боксеры Чуваши в трех возрастных группах, юноши, юниоры и взрослые, определят сильнейших в 33 категориях. Кто поднимется на верхнюю ступень педестала, почета мы узнаем завтра. Начало финальных боев в полдень субботы 20 января. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.